Павел Петрович Бажов. Главная книга Павла Петровича Бажова – сборник уральских сказов «Малахитовая шкатулка». Книга эта получила мировое признание, переведена на многие иностранные языки. Павел Петрович Бажов родился в городе Сысерть, недалеко от Екатеринбурга. Детство свое он впоследствии описал в автобиографической книге «Зеленая кобылка». В этой повести он рассказал о своем отце, горном мастере, и о матери, искусной кружевнице. В другой книге «Уральские были» он рассказывает, как ветеринарный врач уговорил родителей отправить будущего писателя учиться в Екатеринбург. Окончив там духовное училище и затем в Перми семинарию, Бажов работал учителем в деревне Шейдорихе, позднее переехал в Екатеринбург. Еще будучи учителем, Бажов начинает записывать устное народное творчество уральских рабочих – сказки, предания, легенды. В 1920-30-е годы активно сотрудничают в уральских газетах и журналах. В 1936 году в журналах опубликованы сказы «Бажова», «Дорогое имечко», «Медной горы хозяйка», «Про великого полоза». Читатели узнают его сказы не только по знакомым героям – мастеру Даниле, хозяйке Медной горы, охотнику Коковане и сиротке Даренке, но и по особой манере сказывания. Кажется, что старый рабочий, хорошо знающий трудное горное дело людей, добывающих и обрабатывающих уральский камень, вспоминает о том, что произошло с хорошо знакомыми, близкими ему людьми. Бажов стремился передать интонации старых мастеровых, от которых он записал многие сказочные сюжеты. Среди рассказчиков следует выделить Василия Алексеевича Хмелинина, который говорил «Про старинное житье да про земельные дела – это вот помню. Много таких сюжетов от своих стариков перенял, да и потом слышать немало доводилось. Только это не сказки, а сказы да побывальщины прозываются». Рассказчик сказа искренне верил в реальную достоверность того, о чем рассказывал. Большой успех книг Бажова у читателей, высокая оценка критики утвердили писателя в том, что он нашел свой, не похожий на другие жанры в литературе.